Сегодняшняя встреча, она не будет, наверное, анализом, не будет посвящена анализу его литературных произведений. Это и сложно в течение какого-то короткого времени. А я хочу сегодня показать ту встречу, практически реконструкцию той встречи, которая у нас произошла в июле 2008 года. Во-первых, у меня встречи с Валентином Григорьевичем были ранее. Мои однокурсники и студенты помнят, как мы ходили на его, на встречу с ним. Наши знаменитые 20-ки в пединституте, 20-й аудитория, когда собралось очень-очень много, очень-очень много студентов. Это было негде сесть, наверное, где-то было пресесть. Для нас тогда, для меня он тогда казался такой величиной, недоступной. Потом еще несколько раз я на публичных встречах с ним встречался. Но однажды, бывая в командировке в Иркутске, здесь, вот, нынешний отец Александр, тогда он был Александр Беломестный, руководитель отдела по делам молодежи. И он как-то так запросто мне предложил, говорит, давайте, давайте, вот, есть возможность, в Пантин-Григорьевичем надо заскочить, съездить. А что за заскочить? Конечно, надо было бросить все дела, и с удовольствием заскочить. Мы чего-то взяли к чаю, и вот Кантин-Григорьевичу по Байкальскому тракту, там, где его была дача. Вы знаете, наш великий русский писатель, классик, это потом, позже, позже чего-то там оформили, сделали. Ее дачи ты не назовешь, вот тот период, этот скромненький домик. Это печка с чайничком, очень крепким чаем. Мы никогда не беседовали, у них какая-то беседа там была, я остался в этом маленьком домике, в зимовеке, как по-нашему говорят. И я увидел тот почерк Антина Григорьевича, то есть все-все исписано. Больше, нигде я больше не встречал, хотя я работал в школе, работаю, очень много работал, очень много работал с документами с различными, но такой убористый, такой мелкий, такой ровненький. Наверное, одному не только понятный. И вы знаете, такая встреча произошла, как будто мы вообще сто лет друг друга знаем. Вот как будто друг друга сто лет знаем, мы говорили о каких-то житейских проблемах, вообще не только проблемах, а о житейских делах наших. Ну а затем, действительно, эта встреча продолжилась уже у нас в районе. Вы знаете, для него это трагический год, шестой год, это гибли дочери здесь, в Иркульске. Ну это тяжелое настроение для него, и как-то вот так хотелось его пригласить, то есть мы приглашали его. Пригласили его к нам в район. И он, на наше счастье, нашел какое-то время, согласился в июле приехать. И, конечно, хотелось его и не обременять большими встречами, с одной стороны. Хотелось просто его отвлечь от каких-то проблем. Но тут много целей, вот я лично, я много целей преследовал. Показать ему, потому что, зная его любовь к своей родной Альгаре, к своей реке, хотелось показать ему и нашу Кирингу, Казачинско-Ленского района. Хотелось немножко отвлечь, хотелось немножко даже как-то, ну и пообщаться. Вы сами можете себе представить, когда имя такого писателя, такого большого человека нельзя было как-то утаить. Но в любом случае, должны были провести какие-то публичные встречи. Мы к этой встрече очень серьезно готовились. У нас же была такая ответственность все-таки писателя, классик, впервые в Казачинско-Ленском районе. И чтобы это было для него неоприменительно и полезно, прежде всего, ну и для нас. Поэтому сегодня я вот хотел вам представить это выступление как реконструкцию. Да, и вот мы пригласили Валентина Григорьевича. Он действительно приехал, и первая встреча. Июль месяц, можете представить себе, район небольшой наш. Вроде бы как все должны уехать, кто-то в отпуске, кто-то по своим делам. И была такая, какая-то же боязнь и проблема о том, что мы можем никого не собрать. Как-то, в общем-то, как-то никто не придет. Оказывается, было столько, столько много заинтересованных, неожиданно, да, и молодых, и людей опытных, и в возрасте, я хочу сказать, что пожилых. И он приехал, организовал, конечно, помог ему организовать эту поездку Геннадий Сопронов. Вы знаете, это издатель, который издавал его книги последние. И он же вел фоторепортаж. Уезжая, вот Геннадий мне оставил эти фотографии. Поэтому на часть этих фотографий как раз весь репортаж будет вот на основе этих фотографий. Конечно, сначала Валентина Григорьевича встретили, я даже предваряю, говорю, вечером он приехал, и мы поселили его у себя дома. Утром мы должны были приезжать на машине. Подбегает ко мне сосед. Его соседы, о многих его произведениях можно узнать, он типичный герой. Он строил бам, немножко где-то упевал. Вот такой доброжелательный, вот есть такие ребята, которые готовы на все, на помощь. И вот он мне говорит, Володя, Владимир, Николай Павлович, это же, говорит, Распутин был. Вообще-то откуда, конечно, да, Валентин Григорьевич. Ну вот моя попала. Что такое? Я, говорит, вчера стою на балконе и смотрю, идет Валентин Григорьевич. Я к ней говорю, я Распутин, я видел, Распутин идет. Она говорит, ну, добился совсем. Добился совсем. И мы, говорит, я же, говорит, с ней поспорил. Она, говорит, мне попало. Она, говорит, проспорила мне сейчас, бутылку проспорила. Но самое-то не это, а вы знаете, что меня поразило? Он говорит, Николай Павлович, а можно мне у нее автопов один? Я его так люблю. Вы знаете, вот до сих пор. Я, говорит, вот так люблю. А почему нет? Вот сейчас он как раз будем садиться. Ты видишь, и все. Он бежит домой и выносит домик зачитанный. Затем, конечно, мы, я путешествия по Киринге. Здесь видеорядка подписывали. Это мы в казачинские при строительстве храма как раз привезли колокола. Храм восстановлен, храм Николая Чудотворца. Он, вы знаете, что он в Устюде построил храм. Это наши ключевские источники с сероводородной водой. Вообще Киринга это большой разлом между Байкалом и Леной. Поэтому у нас очень много различных источников. Это вот наши ребятишки делали проект такой, мост к источникам. Там он побывал. Здесь тоже своя вода в ключах. Вот сейчас не будет фотографий там, но такой эпизод, пусть идут фотографии. Мы наехали в ключи, то есть отдохнуть, библиотеки побыли. Отдохнуть просто к одному из наших знакомых, хороших знакомых. Вот он, Виктор Сурадов, слева сидит. А он живет на берегу ключа, и на ключе у него вот такой водоем. Были удочки, были спиннинги. И чего тут забросил спиннинг сначала Геннадий и Сапронов. И попал за большой окуль. Валентин Григорьевич не удержался. Останови-ка пока. Валентин Григорьевич не удержался и тоже бросает. И тоже окуль. Как в сказке. Виктор потом рассказывает. Когда-то они давно выпустили, но сколько не пытались, ничего не было. Вообще с такой интересных моментов было при поездке Валентина Григорьевича. И когда мы уже уехали из Ключей, когда мы там чай попили, значит, уехали из Ключей, деревня такая. Мы, говорит, с сыном бросились. Кидаем, кидаем, вот как обрезало. То есть, Сапронов поймал два штуки. Распутин одного поймал. Ну и Сапронов, естественно, фотоаппарат бросил и ничего не снимает. А здесь вот уже приходили, знали, что Валентин Григорьевич здесь принесли мороженую, ягоду такую. Знаете, кто-то не знает, ягода, ягода, мороженая. Потом мы после занятий всех попросили. В этом году не урожай мороженую, но мы все равно набрали. Чуть-чуть набрали, там потом. Потом, да, вот такая баночка. Вот, затем мы... Так, дальше я поделюсь. И вот он с ланочкой мороженой стоит, там фотографировались. И, конечно, все его воспринимали, самое главное, он нас воспринимал как своих. Он воспринимал как своих, вот эта женщина с сыном, которая набрала, принесла. На следующий день у нас была поездка по Киринге. И, знаете, его особая любовь к Ангаре, она у него с такими эпитетами. Ангара изумрудная. И он Ангару помнит, как она прошла по его сердцу. Он к ней как молодой девушке обращается. Она и молодая, и игривая. И вот, когда он на острове стоит, эти холодные брызги его вливают. И вот здесь, конечно, Кирингу нельзя сравнить с Ангарой, поскольку она все-таки поменьше. Но вот это чувство чистоты, первозданности, обилие островов, это вот как раз поездка. Мы на трех лодках шли, поэтому Сопронов снимает как раз разрез лодки, когда по Киринге. Это то, чего наша Киринга собой представляет. И, конечно, за это время мы его пытались оставить одного. Он такой задумчивый, к нему, знаете, с разговорами-то как-то вот и приставать даже неудобно, да? Он просто вдумывается, отдыхает. Вот немножко портрет здесь. Где-то, видите, как он говорит? Когда он описывает свою родову. Вот, как он говорит потом, Василиса, как рассказ там у него есть? Василий Василиса, да? Он там описывает вроде бы как прообраз его деда. И говорит, дед-то у меня был, у него была какая-то тунгусковатость. Вот оттуда. А бабушка-то была. Вот это мы пристали на берегу у фермера. У фермера тоже очень интересно. Ему все интересно беседовать. Здесь он как-то начинает больше располагаться, интересоваться всем. Фермер интересно рассказал. Сейчас же проблема, очень много медведей. Я там сказал, что он содержит отдельно, это отдельно от деревни, это фермерское хозяйство. Он содержит там скот, и у него там своя медведица. Не дай бог, чтобы вот они как-то медведица, и, значит, и скот соседствует, дружат, никаких проблем. Говорит, давит наверно? Нет. Поэтому он боится, чтобы какой-нибудь браконьер, какой-нибудь дурной человек эту медведицу не захлестнул, потому что придет другой медведь и будет устанавливать свои порядки. Вот это все, ну, интересно так рассказывается. Молоком нас накормил, хлебом напоил, вернее, хлебом накормил. Легкий перекус, и мы приехали на Талую. Талая вообще это свинкийское белое место. Белое место, это уникальная вода, уникальный источник. Источник, который встречается всего три в мире. Это у нас, в Турсковце и в Центральной Америке, в Ругвай. Вода выбегает, вот, источники, это 15 километров ее течения, гидрогеологи. А уникальность ее в чем? То есть ее, когда пьешь, и начинает всякая турь из почек вымываться. То есть она очень целебная вода. Конечно, мы здесь побыли. Побыли, здесь лагерь. Вот здесь лагерь, школьный лагерь. Мы выступали, он с ребятами здесь разговаривал. Как раз знаменитая Кудерышки, ансамбль здесь выступает. У него как-то проявляется больше интерес к работе. Здесь он с ребятами очень много беседовал. Почему такие критические замечания делали на выступления ребят? И вот когда пел ансамбль Кудерышки, народный ансамбль Кудерышки, особенно песню про деревню, мы сами пытаемся рассказать. Хозяйка гостиницы, то есть там, где он ночевал, тоже. Вот он везде велся, как он и есть на самом деле. Потом мы пересели на более большую лодку, и вот пошли по Киринге. Такие места уже, верховья. Верховья Киринги, конечно, кто не бывал в Киринге, кто бывал, вспоминаете. Очень красиво. Это краснокнижный, черный аист. Фотографируем. Видите, большая птица. Вот она на взлете пошла. Это в полете, это тоже черный аист. То есть такие чудеса можно встретить. И очень интересная, очень редкая птица, тоже фотография Киринги. Верховья ее. А, там утки летят. Что-то у нас с фотографией. Там утки летят. Июль месяц, они уже повзрослели. То есть здесь очень удачный снимок, это орлан-белохвост. То есть его очень редко встретить. Орлан-белохвост. У него вообще крылья достигают размаха до двух метров. То есть достаточно крупная птица, редкая птица. Это вообще какое-то чудо, что его сфотографировали. Вот сидит молодой орланчик на ветке. Вот этот, еще в полете. Ну, сейчас техника предполагает. А это гнездо орла. Гнездо орла как раз на вершине на горы. На горе, там он селится. И такие фотографии тут Геннадий Сапронов снимал. Конечно, хотелось нам, хотелось его немножко удивить и побаловать. Поэтому вперед была отправлена команда, которая раскинула сети. А лето Керинга прогревается. Она такая глубокая, Верховья прогревается. И было накопичано, что мы вообще ничего не понимаем. Помимо хуни, чего хуни? Окунями не удивишься, ничего. А хотелось вот порадовать его. И удивительно, на наш, еще один такой момент, удивительно, но попался Таймин. Это полстанин. На него никто даже не ожидал. Просто кадры те, кто Сапронов снимал, конечно, было много. Я часть только взял, когда рассказывал. То есть, чтобы видеть, это тоже фермерское хозяйство. Фермер там, ну, он садил картошку. Значит, ему все было так интересно. Здесь внизу Керинга, высокое место. Убор, как говорят у нас. Чего тут вот? Зачем надо было посмотреть? Картошка, как растет. С землей с этой вот как-то... Вот. То есть, писатель, пластик, да? Интересно? Сапронова сняли. А этот там бак за яблой. Он без... Такие сцены. Сцены быта. Ну, зимовье, вы знаете, что значит зимовье? Это далеко, это избушка, это зимовье, это изба, где живут, где есть подсобное помещение. И вот этот момент, ну, как самому почетному гостю, мы даем тайменю голову. И задумался, я вот чего-то, а я напротив сижу. Я спрашиваю, Денин Георгиевич, может, чего-то не то? Он говорит, а я не ел тайменя со времен Старой Ангары. Со времен Старой Ангары. Вот, так, интерьер, покормили, то есть поели, отдыхали. И тут наша, кто, хозяйка, которую мы отправили вперед, чтобы она оставила сеть, она так удовольствовала. Она привезла с собой целую коробку этих книг, потому что там нигде в Казачевске не успела подписать. И вот такой момент, какая-то кровать, мне там шкуру не кинули хотя бы. И он на, это классик, русский классик. Вообще, конечно, замечательная фотография. Мы говорим, что мы завидуем тебе, как-то вот прикоснулась. И вот он подписывает и подписывает и ликвид безропотно. Вот, хотя, как раз отец Алексей с матушкой, который вместе приезжал. Они вместе и в Усть-Уде воевали постоянно, в Аталуке. И вот вместе храм построили в Усть-Уде в районном поселке, в районном центре. Ехали когда обратно. Мы с ним долго разговаривали. То есть, не то, что много разговаривали. И он одно говорит, конечно, Николай Павлович, у вас есть райский уголок. И сделайте все, что возможно. Сберегите. Берегите. Я понимаю, что это, ну, как-то восприняло тоже, как наказ. Что значит сберегите? Район лесной, быстро развивающийся. Есть железная дорога. А есть... Вот это в Карам тогда дороги не было. Вот лодка в Карам 250 километров от Казачинска. От Казачинска. Вот так это перевозили холодильник. На подвесном отворе. Это Геннадий Сатонов. Отворили. Я хочу... Вот немножко здесь еще... Так, сейчас еще... Будем здесь остановиться немножко. Киринга река. Киринга река. Вот 250 километров. Очень интересно. Его... Его отношение к русскому языку. Помните, как он говорил, да? Он где-то даже писал, что я, говорит, кави в своем грехе, потому что когда я стал молодым, когда закончил все литературное, и он даже где-то стеснялся своего языка и пытался... Вот пытался. И потом где-то он пишет и там, что когда, говорит, Василису писал, и Василиса никак не может заговорить. Она не может заговорить тем языком, который... Который как называют себе? Не местный-то язык. Литературный? Да, литературный язык. Она не может заговорить. И он, говорит, ходил, мучился. И потом, когда Василиса заговорила своим языком, именно деревенским языком, и говорит, что все пошло как по маслу. То есть вот она и Василиса вышла, и Василий вышла. Так вот Карам, она обособленная деревня. То есть дорога туда только зимником была, только недавно мы построили дорогу туда. То есть в 9-м году проложили окончательно дорогу. И там, конечно, очень интересный город событий. Они нас вообще казачинцев, они нас считают лентюками. И когда мы ехали обратно, как раз об этом разговор был Валентин Григорьевич. Вот он уже как-то разговорился, немножко оттаял. Ну и Владимир Дальчикович, пожалуйста. Разговорился, оттаял. И особенно вопрос о природе и разговоре. И сейчас это все с опрона снимал, но и просто кусочки такие. Киринга, она вот такая. Она то с одной стороны скалы, то с другой стороны скалы. И мы пристали здесь, работает, семья работает. И в его выражение такое же, здесь он совсем у нас по-другому как-то стало. То есть он видит этот крестьянский труд, ему родной и близкий. И когда он пишет за их тоже где-то в одном из выступлений, что почему говорят о ленности русского народа, он где ленивит? Он выкормил, скормил, воспитал. Вот тут и молодежь, и есть молодые ребята, то есть семья. Им родственники помогают. Это далеко. Киринга, видите, как полей нет, это на острове далеко. То есть потом за сеном нужно ехать тогда, когда река замерзнет. Для него это, наверное, было близко и воспоминания все эти. Поэтому мы с ним, вот как-то особенно в конце поездки, и он действительно дал такой, как наказ, берегите все. Это встреча в библиотеке, в сельской библиотеке. Рядом Валентина Григорьевна, вот в очках. Она его одна, как это, так сказать, тезка, да, получается. Он ей потом книгу подписался. Конечно, чем, может быть, дальше время, тем больше будет ощущение того, что мы были современниками, современниками такого замечательного человека, классика. Поскольку, я не знаю, я не знаю, что со мной произошло, наверное, особенно после его ухода, ну, во-первых, есть, сохраняется какая-то такая чисто молитвенная близость, потому что как можно больше часто, то есть пытаюсь вспоминать его. И перечитываю заново, перечитываю заново то, что есть. Господь, слава Богу, конечно, много есть, и его сборников, и произведений. И то, чего раньше как-то вот так мелькало, как будто вот так, между прочим, между делом, сейчас совершенно по-другому воспринимается язык, совершенно по-другому вспоминают его мысли.